Добрый день, уважаемые коллеги! Благодарю вас за интерес к теме моего сообщения. Традиционно сурфактант терапии, препараты терапии для ее проведения, препараты экзогенного сурфактанта, ассоциируются с респираторным дестерессиндромом новорожденных. Особенно это характерно для зарубежных стран, поскольку до сих пор за рубежом нет ни одного разрешенного к применению у взрослых пациентов препарата сурфактанта. И попытки наших коллег использовать сурфактант терапию при лечении различных форм УРДС у взрослых пациентов, в том числе при нынешней тяжелой ситуации с инфекцией COVID-19, эти попытки относятся к категории off-label применения препаратов сурфактанта. Несколько иная ситуация сложилась в России. У нас есть препарат, официально разрешенный для применения у взрослых пациентов, и есть рекомендации методические, в которых указана возможность использования сурфактант терапии для коррекции тяжелых нарушений газообмену у пациентов с УРДС. И в своем сообщении я хотел бы обобщить отечественный опыт применения препаратов сурфактанта для лечения устро-дыхательной недостаточности у взрослых, различные теологии, показать спорные моменты этой терапии и в то же время привести примеры эффективности сурфактант терапии при целом ряде случаев острой дыхательной недостаточности. Наверное, мне это будет сделать нетрудно, поскольку практически вся моя научная и клиническая жизнь связана с сурфактант терапией, и впервые я с этим методом лечения познакомился в последние десятилетия прошлого столетия, до сих пор работаю с этими препаратами. Комплекс сурфактанта эндогенный состоит из клеточного компонента и, собственно, биохимической части. Синтезируется сурфактант в альвеолоцитах второго типа и также в клетках бронхиального эпителия, клетках Кларка. К клеточной части комплекса относятся альвеолярные макрофаги, которые участвуют в утилизации сурфактанта. Так выглядит слой сурфактанта на микрофотографии при электронной микроскопии. Следует отметить, что, по мнению большинства исследователей, этот слой состоит из трех мини-слоев сурфактанта. Сурфактант – это липопротеин. 90% массы представлено липидами, 85% причем это фосфолипиды, основной из которых диплеметаил, фосфатидил, холин. 5% массы – это нейтральные жиры, включая холестерин. И 10% относятся, собственно, к белкам. Это сурфактант-ассоциированные белки четырех групп А, Б, С и Д. Основная биофизическая роль сурфактанта, как вы помните, это снижение поверхностного натяжения на границе раздела фаз воздух-вода. В три раза снижается поверхностное натяжение. Поэтому в конце выдоха, как изображено на иллюстрации, когда повышается плотность сурфактанта в альвеоле уменьшенного объема, силы поверхностного натяжения значимо снижаются. Это предупреждает спадение альвеолы. Кроме того, повышается плотность диплеметаила фосфатидил, холина, который при температуре тела имеет твердокристаллическую решетку и образует своеобразный, при такой повышенной плотности, каркас альвеолы. При вдохе и растяжении альвеолы плотность сурфактанта снижается и начинает преобладать силы поверхностного натяжения, которые значимо облегчают наш спонтанный выдох. Так сурфактант участвует в биофизическом акте дыхания. Сурфактант ассоциированные белки можно подразделить на две группы. Это крупные гидрофильные белки D и A. Они принимают активное участие в процессах иммуномодуляции и активации макрофагов. И мелкие сурфактант ассоциированные гидрофобные белки групп B и C. Они принимают активное участие в регуляции снижения поверхностного натяжения. У трансгенных животных, лишенных сурфактант ассоциированных белков группы A и D, наступает быстрая гибель в результате того, что развиваются инфекционные заболевания легких. А у животных, лишенных белков классов C и B, смерть наступает вследствие от электозирования процессов, схожих с респираторным и стресс-синдромом новорожденных. Таким образом, функции сурфактанта сегодня можно обозначить как снижение поверхностного натяжения, препятствие спадению альвеол, активное участие в акте дыхания. Вторая функция, благодаря наличию гидрофобного и гидрофильного компонента основного представителя диплеметаилфосфатидилхолина, пленка сурфактанта является своеобразным барьером, который препятствует пропотеванию жидкой части крови из капилляров в альвеолярное пространство. И, кроме того, сурфактант, это сегодня совершенно точно доказано, несет функции, которые обеспечивают местный иммунитет в легких, иммуномодулирующее действие и активацию альвеолярных макрофагов. Продуцируется сурфактант альвеолоцитами второго типа, его синтез увеличивается при гипервентиляции, при воздействии целого ряда веществ, например, простагландина Е2, вазопрессина, глюкокортикоидов. За сутки обновляется до 20% сурфактанта легких и имеется определенное динамическое равновесие между процессами элиминации, утилизации и синтеза сурфактанта. Сурфактант покидает легкие механизмы мукоцеллерарного клиренса, разрушается под воздействием ферментов, но тут же захватывается продукция деградации альвеолярными макрофагами и участвует в их реутилизации альвеолоцитов второго типа. Считается, что до 90% разрушенного сурфактанта вновь принимают участие в синтезе нового сурфактанта. Целый ряд патологических состояний сопровождаются глубокими изменениями в системе легочного сурфактанта. Это, конечно, респираторный дистресс-синдром новорожденных, когда имеется значимый дефицит восфолипидного компонента, что не позволяет выполнять основную функцию биофизическую сурфактанта. Синтез сурфактанта начинается на 16-й неделе гестации, но активное увеличение количества сурфактанта начинается после 24-й недели. Это и объясняет глубокий дефицит количественного и качественного содержания сурфактанта у недоношенных детей. При аспирации мекония повреждаются компоненты сурфактанта за счет агрессивного воздействия мекония, попавшего в альвеолярное пространство. При остром респираторном дистресс-синдроме взрослых, как вы увидите, ниже не только количественный дефицит сурфактанта, но и значимые качественные нарушения его состава происходят. При пневмониях значимо снижается, при тяжелых двухсторонних пневмониях, количество сурфактанта и его состав. Сегодня совершенно четко показаны изменения комплекса легочного сурфактанта при бронхиальной астме и хронической инструктивной болезни легких, при различных токсических воздействиях на легких, в том числе при термоингаляционной травме. В 1980 году Фьюджи Вара опубликовал свою работу, в которой представил первый опыт применения сурфактанта, выделенного из лаважной жидкости крупного рогатого скота, для лечения респираторного дистресс-синдрома новорожденных. Эта работа открыла эру применения препаратов сурфактанта для лечения данного тяжелого патологического состояния. В общем-то, сурфактантерапия произвела своеобразную революцию в нейонатологии, значимо снизив летальность у пациентов, у новорожденных с респираторным дистресс-синдромом. И затем усилия были направлены на синтез новых препаратов с различным составом, для того, чтобы выполнить вот эту роль, поддержать новорожденных с респираторным дистресс-синдромом. Сегодня круг препаратов сурфактанта, применяемых для этих целей, приближается к 20. Некоторые из них вы можете видеть на иллюстрации. По своему составу препараты сурфактанта делятся на природные и синтетические. Природные получают из легких крупного рогатого скота, гомогенизированных или методом лаважа, и легких свиньи. Несколько препаратов, представленных на рынке ранее, были получены из амниотической жидкости рожениц. Эти препараты максимально близки по своему составу к нативному сурфактанту, как по спектру фосфолипидов, и все они содержат сурфактант-ассоциированные белки классов B и C. Синтетические препараты содержат фосфолипиды и некоторые очень простые по своему составу, собственно, диплиметаил, фосфатидил, холин. Этого бывает достаточно для того, чтобы выполнить роль при лечении респираторного дестресс-синдрома новорожденных. Но как только стали за рубежом подходить к проблеме лечения дестресс-синдрома острого у взрослых, стало понятно, что как минимум в состав синтетических препаратов необходимо ввести сурфактант-ассоциированные белки. И в двух случаях препараты вентрикюты сурфоксин. Это было выполнено с привлечением методов генной инженерии. Вот характеристика препаратов сурфактанта, которые применяются сегодня. В России с начала века разрешен к использованию препарат природный сурфактант БЛ, полученный из легкого крупного рогатого скота, очень близкий, максимально близкий по своему составу фосфолипидному к нативному сурфактанту. Содержит препарат сурфактант-ассоциированные белки типа C и B. И интересно, что частицы агрегата сурфактанта по размеру порядка 0,2 мкм. Это оптимальный размер частиц для того, чтобы препарат осаждался именно в альвеолах. Еще одна особенность отечественного препарата в том, что это единственный на сегодняшний день препарат сурфактанта, разрешенный официально к использованию у взрослых пациентов для лечения широкого круга заболеваний с тяжелыми нарушениями газообмена. И такое разрешение было получено в 2003 году. Острый респираторный дистресс-синдром. Первое определение этого состояния дал Ашба в 1967 году. Тогда это состояние называлось adult, респираторный дистресс-синдром взрослых. По мнению Ашба, это быстро развивающаяся ситуация с тяжелыми нарушениями газообмена, снижением растяжимости легких и характерной рентгенологической картины. Накапливались данные по патогенезу этого состояния клиническому течению, что требовало обобщения материала. И в 1992 году, как вы знаете, согласительная Американо-Европейская конференция представила новое определение респираторного дистресс-синдрома взрослых. Он до сих пор так и назывался. И в это определение совершенно четко был включен патогенетический механизм воспаления с повышением проницаемости альвелокапиллярной мембраны. И фактически респираторный дистресс-синдром взрослых был обозначен как некардиогенный отек легких. Эта конференция представила свои критерии диагностические для респираторного дистресс-синдрома взрослых, наиболее скользким, из которых была необходимость исключить левопредсердную гипертензию, как проявление кардиогенного отека легких. И в том числе по возможности показать факт того, что давление заклинивания легочной артерии, отражающее давление в левом предсердии, менее 18 мм рт. ст. Подразделялся респираторный дистресс-синдром взрослых на две степени тяжести. Первый – это синдром острого повреждения легких, при котором гипоксия выражена настолько, что индекс отношения парциального давления кислорода к фракции кислородово-выдыхаемом в воздухе был в пределах от 300 до 200 мм рт. ст. И, собственно, когда этот индекс ПФИ снижался менее 200, состояние называлось респираторный дистресс-синдром взрослых. Наконец, в 1996 году Петти предложил назвать это состояние острым респираторным дистресс-синдромом, при этом литера A в аббревиатуре не поменялась, а стала звучать не как АДАЛТ, а как АКЮТ Респираторный дистресс-синдром. В 2012 году появилась необходимость нового обобщения полученных данных о патогенезе, о клиническом течении, и это сделала Берлинская конференция, которую организовали ведущие общества интенсивной терапии респираторной медицины. Само по себе определение острого респираторного дистресс-синдрома практически не поменялось. Поменялись диагностические критерии, в частности, была исключена необходимость измерения ДЗЛ, как не подтвердившая свою жизнеспособность. Сегодня надо доказать некардиогенный характер отека легких и отсутствие выраженной гиперволемии у пациента. Изменения коснулись классификации, и эта конференция вывела из употребления термин и стадию нарушения газообмена синдрома острого повреждения легких. Взамен предложили три степени тяжести острого респираторного дистресс-синдрома легких. Легкая степень, когда индекс отношения парциального давления кислорода к фракции кислородово-вдыхаемом воздухе, индекс ПИФИ находится в границах от 300 до 200 мм ртутного столба. Умеренная степень тяжести этот индекс от 200 до 100 мм ртутного столба. И тяжелый ОРДС сегодня это ОРДС с индексом ПИФИ менее 100 мм ртутного столба. В начале века фигурировали данные о распространенности порядка 66 случаев на 100 тысяч населения в развитых странах. Но вот уточненные данные первой декады настоящего столетия показали значение порядка 33 случаев на 100 тысяч населения в Соединенных Штатах Америки. В государствах с меньшим уровнем индустриализации это значение меньше. Вы видите Финляндия и Испания порядка 5 или 7 случаев на 100 тысяч населения. Очень интересные данные были получены в исследовании Lung Safe Trial, которое было проведено в 50 странах и участвовали 450 почти отделений интенсивной терапии. Оказалось, что каждый десятый пациент отделения интенсивной терапии имеет острый респираторный дистресс-синдром и каждый четвертый пациент находящийся на искусственной вентиляции легких. Средняя летальность, как вы видите, при остром респираторном дистресс-синдроме в соответствии с классификацией и определением берлинскими, порядка 40%. И такие же данные были указаны, собственно, в документе Берлинской конференции. 40% общая летальность при тяжелой форме 45%. Lung Safe Trial 40% общая летальность при тяжелой форме до 46%. Необходимо отметить, что в последних работах, посвященных острому респираторному дистресс-синдрому взрослых, не касаясь я в данном случае проблемы COVID, в последних работах также указывается летальность при тяжелых формах от 35% до 45%. Имеет свою специфику распространенность риск развития острого респираторного дистресс-синдрома и летальность в зависимости от отрасли медицины. И поскольку специалисты из Санкт-Петербурга проблему острого респираторного дистресс-синдрома изучают плотно связанно с кардиохирургией, могу представить вот такие данные. Риск развития ОРДС после кардиохирургических вмешательств с использованием ИК, как вы видите, составляет примерно 0,6%. И летальность 17% ниже, чем указывается в популяциях. Я думаю, это связано с тем, что пациенты находятся на ИВЛ, лечение острого респираторного дистресс-синдрома начинается незамедлительно. Ну и кроме того, все-таки кардиохирургические клиники, как за рубежом, так и у нас в стране, это учреждения, оказывающие высокотехнологичную помощь и имеющие все необходимое оборудование и фармакологическое обеспечение для этого. Пусковым звеном острого респираторного дистресс-синдрома является неконтролируемый воспалительный процесс. Он может быть локальным, и в этом случае речь идет о так называемом прямом ОРДС. И типичные примеры это ОРДС при тяжелой двусторонней пневмонии, при аспирации, при утоплении, при контузии легкого. И вторая группа это ОРДС, вызванный генерализованным системным воспалительным ответом. Наиболее характерный пример это сепсис, повреждение легких при массивных гемотрансфузиях, при тяжелой механической травме, или уже указанное повреждение легких при использовании искусственного кровообращения. Основа неконтролируемый выброс цитокинов, клеточная реакция, что приводит к повышению проницаемости альвеолярной мембраны и попаданию жидкой части крови в альвеолярное пространство. Белки крови, в особенности фибриноген и альбумин, достаточно агрессивны по отношению к системе сурфактанта. В результате происходит деградация сурфактанта, снижение его количества с последующим микроателлектозированием. Значимые изменения развиваются в капиллярном русле легких. Это микротромбозы, повышение сопротивления малого круга кровообращения, вплоть до развития дисфункции правого желудочка, которые наблюдаются в 30 случаях тяжелого острого респираторного дестресс-синдрома. О вовлечении системы сурфактанта в патогенез острого респираторного дестресс-синдрома взрослых стало известно еще в конце прошлого века. Это работы Грегори, более ранние работы Ашбу. Изменения касаются как количественного, так и качественного состава сурфактанта. При этом, как я указал выше, основным патогенетическим механизмом считается агрессивное воздействие белков плазмы, которые попали в альвеолярное пространство и снижают содержание сурфактанта, разрушая его. Кроме того, совершенно четко показано, что при остром респираторном дестресс-синдроме повреждаются сами по себе альвеолоциты второго типа, что также значимо снижает синтез сурфактанта и приводит к его глубокому дефициту. Наша группа изучила эту проблему на примере пациентов, перенесших кардиохирургические вмешательства. И мы показали, что даже неосложненная операция на сердце в условиях искусственного кровообращения приводит к снижению содержания фосфолипидов, тенденции к снижению содержания фосфолипидов, к значимому увеличению содержания альбумина, к тенденции к повышению содержания фибриногена в бронхоальвеолярной жидкости. Это все свидетельствует о нарушениях, которые характерны для возможного острого респираторного дестресс-синдрома. Интересно, что в эту группу из 28 пациентов попали пациенты, у которых в дальнейшем действительно развилась клиническая картина острого респираторного дестресс-синдрома взрослых. Вот анализ бронхоальвеолярного лаважа у этих пациентов показал тяжелые нарушения, снижение фосфолипидного состава и повышение значимого альбумина и общего белка в альвеолярном пространстве. Причем эти изменения были более явные, чем у пациентов без клинической картины ОРДС, как вы видите на представленном слайде. То есть мы подтвердили агрессивное воздействие белков, попавших в альвеолярное пространство по отношению к фосфолипидам плазмы. Снижение содержания сурфактанта приводит к микроателлектозированию, к повышению шунтирования крови справа налево. Это вызывает гипоксимию. Гипоксимия усиливается вследствие того, что в отечных альвеалах нарушена диффузия газов, а интерстициальный альвеолярный отек дополнительно приводит к повышению жесткости легких и к снижению функциональной остаточной емкости. Визитная карточка острого респираторного дестресс-синдрома. Сегодня это принято всеми исследователями, специалистами интенсивной терапии. Это не гомогенность повреждения. Присутствуют альвеолы, которые заполнены инсцидатом, и которые уже невозможно вернуть к нормальному состоянию. Присутствуют нормальные альвеолы. И те альвеолы, которые спались, но благодаря методам респираторной терапии, фармакологическим подходам, их еще можно вернуть к участию в газообмене. Направление терапии современные острого респираторного дестресс-синдрома взрослых, простите, острого респираторного дестресс-синдрома, в первую очередь подразумевают лечение основного заболевания, которое привело к неконтролируемому стополительному ответу и индукции этого патологического состояния. Основу собственной терапии, конечно, составляют методы респираторные, но возможны и фармакологические подходы, и эффективность вот этого фармакологического направления становится все более значимой в последние годы. Респираторные подходы к лечению острого респираторного дестресс-синдрома прошли определенную эволюцию, и первый этап относится к последней декаде прошлого века. Может быть, для России несколько он протянулся, захватывая первую декаду настоящего столетия. Патогенетические представления о респираторном дестресс-синдроме тогда были следующие. Это гомогенное диффузное повреждение легких тяжелой гипоксимии, концепция респираторной терапии, газообмен любой ценой, а подходы к респираторной терапии, большие дыхательные объемы, высокое давление в дыхательных путях, высокий ФИО-2 и отсутствие общих принятых каких-то подходов к выбору уровня по ДКВ, а также обязательная практически миорелаксация и седация пациентов. В настоящем столетии начался второй этап использования подходов респираторной медицины. Ключевым моментом стала публикация данных исследования ARDS.net и понимание того, что повреждение легких не гомогенно. при остром респираторном дистресс-синдроме наравне с поврежденными участками легких, есть участки, которые функционируют нормально, и участки, которые уже не вернуть к газообмену. И применение агрессивных параметров ИВЛ, необходимых для поврежденных участков, закономерно приведет к повреждению неповрежденных участков с развитием бара, вольюма и биотравмы. Само по себе ИВЛ-индуцированное повреждение легких значимо ухудшает прогноз для пациентов с ОРДС. Поэтому изменилась концепция респираторной терапии, предупреждение ИВЛ-индуцированного повреждения легких, поддержание таких параметров ИВЛ, которые обеспечат достаточный газообмен. А методы достижения этого направления, использование концепции протективной ИВЛ, концепции открытого легкого ИВЛ со сниженными дыхательным объемом и давлением в дыхательных путях, применение минимально необходимого уровня фракции кислорода во вдыхаемом воздухе, обоснованное использование необходимого уровня ПДКВ и строгое по показаниям использование миокплегии и седации при респираторной поддержке. Основой ИВЛ-индуцированного повреждения легких при ОРДС является именно негомогенность повреждений, когда агрессивные параметры ИВЛ, высокие дыхательные объемы и давления вызывают вольюма и баротравму, а повторяющиеся эпизоды спадения и перерастяжения альвеол индуцируют уже местный воспалительный ответ и таким образом приводят к биотравме с усилением повреждения легких. И эти проблемы можно решить респираторными методами. Первый метод, который был применен и показал свою эффективность, многоцентровым, рандомизированным, контролируемым исследованием, это использование малых дыхательных объемов. Вы хорошо знаете об этой работе. При использовании объема 6 мл на килограмм идеальной массы тела в сравнении с группой пациентов, у которых ИВЛ проводилось с объемом 12 мл на килограмм массы тела, достигнуто значимое снижение летальности на 8,5%, что и утвердило уже в 2000 году использование объемов 8 от 8 до 6 мл на килограмм при респираторной терапии у пациентов с острым респираторным стресс-синдромом. До сих пор мы вентилируем пациентов так, и эти данные служат для нас показанием к такой респираторной терапии. Вторая концепция – это концепция открытого легкого. Она принимается меньшим числом экспертов, но для подобного скепсиса есть целый ряд обоснований, на которых я остановлюсь ниже. По моему мнению, родоначальником этой терапии был Берхард Лахман, который в 1992 году ее сформулировал и основные положения опубликовал в работе «Open the lung and keep the lung open». По мнению Лахмана, метод открытого легкого подразумевает применение респираторного подхода, который позволит вернуть к дыханию поврежденные альвеолы. Но этого мало. Надо оставить эти альвеолы открытыми и не допустить их повторного спадения. Поэтому второй важный компонент концепции открытого легкого – это применение адекватного уровня положительного давления конца выдоха, при котором раскрытые альвеолы не спадутся. Методика достижения открытия и поддержания альвеолы в этом открытом состоянии получила название маневра рекрутмента или маневра мобилизации. Альвеол – этот маневр подразумевает применение метода, который позволил бы, повысив давление в легких, раскрыть участки микроателлектозирования, применение диагностического подхода, который показал бы врачу, что да, мы достигли раскрытия и теперь в газообмен вовлечены ранее закрытые участки, находящиеся в состоянии от электозирования. И третье – применение респираторного метода, который позволил бы сохранить эти участки раскрытыми и не допустил бы повторного микроателлектозирования. Сегодня известно, наверное, около 20 различных методик мобилизации альвеол и рекрутмента. Они очень различны и порой не похожи настолько, что, конечно, приходишь в заключение о том, что нельзя эти методы совместно объединять и сравнивать, например, в метаанализах. Действительно, посмотрите, их можно подразделить на три группы. Первое – это методы мобилизации, которые построены на концепции Берхарда Лахмана. То есть для данного пациента мы нашли давление раскрытия альвеол, раскрыли их, подтвердили это одним из лабораторных или инструментальных способов. Потом для данного же пациента с его степенью повреждения легких нашли давление по ДКВ, при котором эти раскрытые альвеолы уже не спадаются. И продолжаем вентиляцию с выбранными параметрами. И вот такой филигранный подход используется-то нечасто. И в отечественной литературе примером может быть работа Александра Анатольевича Еременко, который использовал этот подход с применением аппарата ИВЛ серва Ай и опции Open Lang Tools. Вторая группа методов мобилизации альвеол подразумевает очень простой подход к раскрытию стандарта, например, СИПАП 40 см водного столбана 40 секунд, или вентиляцию с повышенным давлением вдоха, без привязки к индивидуальным характеристикам пациента и без доказательства, собственно, раскрытия альвеол, но с индивидуальным выбором оптимального для пациента уровня по ДКВ, для того, чтобы не допустить спадения раскрытых альвеол. И примером может служить исследовательская работа АМАТа. Абсолютное большинство методов так называемой рекрутмента и мобилизации альвеол это третья группа, которая не подразумевает индивидуального поиска характерной для больного точки открытия альвеол и точки закрытия альвеол. Это просто на протяжении 40-120 секунд определенный уровень СИПАП 40 см водного столба или определенный уровень давления вдоха. Таких работ абсолютное большинство, поэтому на выходе, когда пытаются определить эффективность методов рекрутмента, мобилизации альвеол, удается подтвердить только влияние на газообмен, который в большинстве контролируемых исследований улучшается. Клинические же данные доказать очень сложно, потому что, повторюсь, совершенно разные по методике методы объединяются в метаанализы и так называемый шум в этих анализах, ошибки первого и второго рода крайне выражены. Методика определения факта раскрытия альвеол. Самый простой подход, но тем не менее работающий, это наблюдение за сатурацией у пациента или парциальным давлением кислорода в артериальной крови. Рост этого показателя говорит о том, что нам удалось вовлечь вентиляцию до этого закрытой альвеол. Можно определять конечную выдыхаемую концентрацию углекислого газа или растяжимость легких. В ряде ситуаций предлагают выполнять компьютерную томографию, но это достаточно сложно организационно и технически. уровень ПДКВ для определения точки закрытия можно выбрать, ориентируясь на нижнюю точку перегиба кривой, объем давления легких и первоначально установочный уровень ПДКВ сделать на 5 см водного столба выше этой точки. Внутренним протоколом центра Алмазова для пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом взрослых рекомендована следующая методика маневра мобилизации альвеола. Она максимально близка к тому, что предложил Берхард Лахман. Вы видите два этапа. Первый этап – раскрытие легких и достижение точки раскрытия. И второй этап – это этап выбора уровня ПДКВ, который предотвратил бы дальнейшее спадение раскрытых альвеол, то есть этап определения точки закрытия альвеол. Верхний график на этой диаграмме – сатурация пациента, а нижний график – это давление в дыхательных путях. И первая фаза маневра раскрытия альвеол, который в среднем продолжается порядка 6 минут, это достижение точки открытия альвеол. Первоначально, как я уже сказал, пациент переводится на респираторную поддержку с ПДКВ на 5 см, превышающую нижнюю точку перегиба. Оптимально выполнять маневр в условиях миоплигии и желательно снизить фракцию кислорода во вдыхаемом воздухе, для того, чтобы было лучше видно достижение точки раскрытия по показателям сатурации. Делаем так, чтобы исходная сатурация была на уровне 93-95%. Далее, шагом в два дыхательных цикла, повышаем уровень давления в дыхательных путях, предварительно переведя вентилятор в режим вентиляции по давлению, на 5 см водного столба. И таким образом, прибавляя ступенчато это давление, достигаем уровня 55-60 см водного столба. Обычно в пределах этих значений наступает такое достаточно быстрое повышение сатурации, как вы видите на представленной схеме. Это говорит о том, что мы достигли точки раскрытия, и часть до этого спавшихся альвеол вернулась к газообмену. Далее снижается давление поддержки до достижения дыхательных объемов, в соответствии с концепцией протективной ИВЛ, на уровне 6-8 мл на килограмм массы тела. Следующая фаза – подобрать адекватный уровень ПДКВ, не допустить спадения уже раскрывшихся альвеол. Для этого начинаем снижать ПДКВ, которое, напомню, мы поставили на 5 см выше нижней точки перегиба. Шаг снижения 2 см водного столба, но здесь на ступень снижения мы отводим уже минуты 3, поскольку при спадении более длительно требуется период наблюдения за состоянием газообмена. И за точку закрытия альвеол принимаем то значение ПДКВ, когда, как вы видите на иллюстрации, наступил обвал сатурации. Считаем, что такого пациента необходимо вентилировать со значением ПДКВ, точка закрытия, плюс 3 см водного столба. Но нам надо снова раскрыть альвеолы, повторяем первый этап, как вы видите на иллюстрации, и затем вентилируем пациента с ПДКВ на 3 см водного столба выше определенной точки закрытия. Конечно, при любой попытке санации пациента вновь наступит дерекрутизация, спадутся альвеолы, и нам потребуется проводить маневр рекрутмента. Но теперь мы знаем и точку открытия, и точку закрытия, что приведет к сокращению времени до 6 минут на выполнение усеченного маневра рекрутмента. Кроме того, в пределах 3-4 часов в результате отсутствия абсолютной герметичности нашего дыхательного контура происходит спадение альвеол с необходимостью повторного выполнения маневра мобилизации альвеол. Два эффекта, которые вызывают обычно тревогу у врачей интенсивной терапии при использовании маневра рекрутмента. Это первое воздействие на гемодинамику высокого давления в дыхательных путях, и второе опасность развития баротравмы с развитием невмоторакса. При работе с пациентами кардиохирургического профиля, как вы видите, исследователи указывают на частоту развития гепатонии от 73 до 11%. Это гепатония, требующая коррекцию. И, конечно, крайне важно было знать причины развития нарушений гемодинамики, и что мы попытались в своей работе исследовать. Применялся метод монометрии малого круга, измерение показателей центральной гемодинамики, транспульмональная термодилюция и эхокардиография. Как вы видите, использование маневра приводило к значимому снижению производительности сердца, к снижению артериального давления, и на этом фоне удивительно наблюдался рост давления в левом предсердии, о котором судили по показателю давления заклинивания в легочной артерии, в правом предсердии. В то же время данные транспищеводной эхокардиографии совершенно четко указывали на то, что на высоте выполнения маневра мобилизации левый и правый желудочек находятся в состоянии гиповолемии, и в частности на иллюстрации это видно по показателю конечной диастолической площади левого желудочка. Таким образом, обобщая результаты нашего исследования, можно сказать, что снижение артериального давления, снижение производительности связано с относительной гиповолемией, возникающей на фоне применения высоких давлений внутри легочных. При этом сам по себе маневр мобилизации альвела не приводит к снижению сократительной способности миокарда левого желудочка. Постнагрузка для правого желудочка не возрастает, а постнагрузка для левого желудочка снижается. И характерно для этой ситуации парадоксальное явление гиповолемия правого и левого желудочка на фоне повышения давления в правом и левом предсердии. Дело в том, что давление в правом и левом предсердии отражает не собственную лимическую нагрузку, а компрессию со стороны легких. Второе неблагоприятное явление, которое может сопровождать использование маневра мобилизации альвела, это баротравма с развитием пневмоторакса. И, конечно, для кардиохирургических больных это более характерно, чем для общей популяции, поскольку интраоперационно вовлекается плевра. Вы видите данные, представленные в источниках литературы, частота встречаемости у кардиохирургических больных при выполнении маневра мобилизации альвеол. Представлено. Важно для предупреждения этой ситуации определить абсолютные противопоказания для выполнения маневра мобилизации. К таковым мы относим наличие бульозной эмфиземы, пневмоторакс, имеющиеся или данные о пневмотораксе в анамнезе и сброс воздуха по дренажам в послеоперационном периоде, установленном в плевральной полости. К относительным противопоказаниям перелом ребер и наличие хоббл или бронхиальной астмы. Необходимо внимательно наблюдать за гемодинамикой и газообменом, и развитие, и длительная сохраняющаяся артериальная гипотония, гипоксимия могут свидетельствовать о развитии пневмотораксы, равно как и соответствующая ускоритативная картина появления подкожной эмфиземы. Это показания для выполнения рентгенологического исследования грудной клетки и при необходимости, конечно, дренирования плевральной полости. О том, что препараты сурфактанта могут помочь при лечении острого респираторного дострессисиндрома, исследователи догадывались еще в конце прошлого века, когда были доказаны выраженные нарушения состава сурфактанта и его дефицит при ОРДС. И рациональность сурфактантерапии острого респираторного дострессисиндрома была обоснована с точки зрения попытки восполнения пула эндогенного сурфактанта и таким образом предупреждения микроэлектозирования с возвращением в газообмену поврежденных зон легких. Было доказано к началу настоящего столетия, что на частицах сурфактанта с мокротой могут удаляться токсины, микроорганизмы и вирусы. Хорошо было понятно, что сурфактан осуществляет ему модулирующие свойства и, кроме того, рассчитывали, что повторное введение экзогенного сурфактанта могут стимулировать синтез эндогенного сурфактанта. Конец прошлого века, начало настоящего столетия, всплеск интереса к сурфактантерапии ОРДС и более десятка проведенных контролируемых исследований. Большинство из них показали влияние на газообмен, улучшение оксигенации, но вот клинические данные были представлены далеко не во всех исследованиях положительные. Такие данные достигнули в своих исследованиях Грегори, Вилсон и Уальморс. Метаанализы, в свою очередь, не поддержали влияние сурфактанта на показатели клинической эффективности такой терапии. И наиболее известный метаанализ Минга был опубликован в 2012 году. Девять больших рандомизированных контролируемых исследований с вовлечением порядка 2,5 тысяч пациентов подтверждено влияние на показатели газообмена и на оксигенацию, но клиническую эффективность сурфактантерапии этот метаанализ не доказал. Кроме того, печально, что клиническая эффективность сурфактантерапии не была доказана самых главных с точки зрения доказательной медицины исследований многоцентровых, международных, плацебо-контролируемых, рандомизированных исследований, таких известно. Четыре выполнены анзуэтом, Вилсоном, Грегори и Кесицу Олгу. Результаты этих исследований можно рассмотреть на примере данных, полученных Роджером Спрагом в своей работе с препаратом Вентрикюд. Обратите внимание, 450 пациентов включены в исследование и 109 клинических центров. Методикой введения была достаточно сложной с выполнением бронхоальвеолярного лаажа, то есть на один центр могло прийти четыре пациента и вот эту сложную методику без претворительного опыта применяли. Наверное, это приводило к каким-то методологическим ошибкам. Но были такие знаковые моменты в дизайне, которые не позволяют его считать безупречным. Позднее введение сурфактанта 48-72 часа после перевода пациента на искусственную вентиляцию легких. Непонятен подход к продолжительности терапии. только 24 часа, если мы вспомним о том, что часть пациентов была сепсисом и затем неблагоприятные влияния на легких через 24 часа вновь повторялись и возрастали, становится понятно, что, конечно, это недостаточная продолжительность терапии. через три года Роджер Спрак проанализировал в статье результаты своего исследования, которые, как вы видите, стереотипно показали улучшение газообмена, но отсутствие клинических положительных последствий введения сурфактанта. Пострегистрационные исследования выявили, что у пациентов с прямым ОРДС, а это 113 больных с аспирацией желудочного содержимого и тяжелыми двусторонними пневмониями, использование сурфактантерапии привело к положительным результатам. Вы видите, было достигнуто снижение летальности с 36 до 25% значимое снижение летальности. Роджер Спрак считал, что отрицательные результаты этого исследования связаны с тем, что была использована неправильная доза и короткий период введения сурфактанта, что, вероятно, должен был применяться не синтетический препарат сурфактантерапии, а вентрикюд, простите, а препарат природной и неправильно выбранной конечной точки исследования. Ждать повышения выживаемости при сепсисе от введения сурфактанта, наверное, неправильно, потому что решение вопроса клинического это правильная терапия основного заболевания и правильная терапия сепсиса, и сурфактант никоим образом эти задачи не может решить. он решает проблемы с легкими, проблемы респираторные. В России, благодаря тому, что Роджер Спрак показал возможность достижения положительных клинических результатов при прямом повреждении легких, благодаря тому, что был накоплен опыт использования сурфактанта БЛ отечественного при ОРДС, отношение к нему более лояльное, за рубежом до сих пор у взрослых он не используется, основываясь на данные представленных рандомизированных исследований больших и метаанализов. У нас же в рекомендациях Федерации анестезиологов и реаниматологов методических 2015 года и редакции 2020 года говорится о том, что вероятно, рутинно использовать препараты сурфактанта для речения ОРДС не рационально, но вот при прямом ОРДС рефрактерном терапии в условиях использования применения всех других подтвержденных клинических рекомендаций сурфактантерапию применять можно. Поэтому она сурфактантерапия остается в арсенале фармакологических подходов к лечению острого респираторного достросиндрома. В 2014 году коллектив авторов из научно-исследовательского института реаниматологии опубликовал обобщенные данные это тема традиционно ведется уважаемым научно-исследовательским учреждением обобщенные данные по терапии ОРДС и как вы видите сурфактантерапия в том числе в комбинации с маневром мобилизации альвеол указано как достаточно эффективный метод лечения острого респираторного достресса синдрома взрослых. Специалисты из Санкт-Петербурга с конца прошлого века были вовлечены в решение проблемы сурфактантерапии. Нам казалось, что мы первые применили препараты сурфактанта в кардиохирургии. Публикация об этом была сделана еще в 1999 году. Анализ литературы показал, что на 5 лет раньше сурфактантерапию после операции на сердце применили в Аргентине. Мы в Петербурге пытались включиться в работу по созданию концепции сурфактантерапии. и эта работа имеет несколько этапов. Наиболее сложным был первый этап конец прошлого века, когда мы встретились с массой вопросов, как водить сурфактант, в какой дозе, на каком этапе острого респираторного достресса синдрома, и практически на все эти ключевые позиции мы получили ответы. Второй этап исследования сурфактантерапии, применения ее в рамках концепции протективной ИВЛ. Третий этап с 2008 года, сочетание сурфактантерапии с маневром мобилизации открытия ИВЛ, нам казалось, что достигнуто такое оптимальное технологическое решение для сурфактантерапии ОРДС. Но эпидемия COVID-19 внесла свои коррективы, как вы видите, с 2020 года мы снова вернулись к ингуляционному введению сурфактанта для лечения ОРДС на фоне тяжелой двусторонней пневмонии. И такой поворот был инициирован Сергеем Николаевичем Авдеевым. На первом этапе мы показали в группе из 140 пациентов, что раннее введение сурфактанта с средним временем 16 часов после падения индекса оксигенации менее 200 приводит к более значимому улучшению оксигенации по сравнению с поздним введением и достижению клинических эффектов, снижению летальности, снижению сроков пребывания в отделении интенсивной терапии. В начале прошлого века в России было проведено многоцентровое контролируемое нерандомизированное исследование, контроль был ретроспективный, сурфактантерапия ОРДС после операции на сердце, включено было 78 пациентов, показано значимое улучшение газообмена, значимое снижение сроков проведения респираторной терапии и снижение летальности с 30-дневной с 50 до 30 процентов, однако это снижение только лишь тенденция без статистического обоснования. Значимо в группе сурфактантерапии был меньше простите больше процент пациентов переведенных на спонтанное дыхание. Эти данные были опубликованы в международной литературе и до сих пор это единственная статья, посвященная исследованию эффективности сурфактантерапии у кардиохирургических пациентов, и, вероятно, поэтому на нее достаточно часто ссылаются исследователи. В 2007 году наш отечественный эксперт в вопросах респираторной терапии Алексей Викторович Власенко предложил сочетание маневра мобилизации альвеол и сурфактантерапии. Эти данные были опубликованы в международной печати. Рациональность такого сочетанного подхода обосновывается тем, что оба метода фармакологические и респираторные направлены на одно звено патогенеза на расправление спавшихся альвеол. Предварительное выполнение маневра мобилизации альвеол с вовлечением ранее закрытых альвеол позволяет сурфактанту лучше распространиться в зоны повреждения. Кроме того, предварительное выполнение маневра мобилизации альвеол позволяет значимо снизить нарушения газообмена закономерной для проведения бронхоскопии у пациентов с тяжелым повреждением легких. Ну и, наконец, введение сурфактанта делает более устойчивым эффект самого маневра мобилизации альвеол. Как вы помните, через 3-4 часа приходится повторять маневр мобилизации альвеол вследствие неизбежного спадения зон возвращенных и вновь появления микро отэлектозирования. А мы быстро подхватили эту сочетанную методику для кардиохирургических пациентов и вот приоритет за Россией в использовании после операции на сердце сочетания маневра мобилизации и введения сурфактанта в случае развития послеоперационного острого респираторного достресс-синдрома. Маневр мобилизации выполняется по представленной выше методике близкой концепции Берхарда Лахмана перед введением сурфактанта и после введения сурфактанта, что позволяет достигнуть указанных выше преимуществ. Для доказательства того, что действительно сочетание маневра мобилизации и сурфактантерапии более эффективно, в том числе клинически, чем просто респираторная терапия с применением концепции открытого легкого, мы провели в центре Алмазова одноцентровое контролируемое, но не рандомизированное исследование, в которое были включены пациенты с острым респираторным достресс-синдромом средней и тяжелой степени течения 33 пациента в группе сурфактантерапии и маневра мобилизации Альвел применялась указанная выше методика, контрольной была группа, в которой использовался только маневр мобилизации. В группе сочетания двух методик более быстрыми темпами восстанавливался газообмен и практически начиная с 36 часа была значимая разница в оксигенации, она была выше в группе сочетанного использования двух методик. Точка раскрытия Альвел уже через 36 часов была ниже в группе сочетания двух методик, как по сравнению с исходной точкой раскрытия, так и по сравнению с показателями достигнутыми у группе изолированного маневра мобилизации Альвел. Равным образом через 48 часов была ниже точка закрытия Альвел. Раньше на 12 часов в группе сочетания маневра мобилизации и сурфактантерапии были получены данные свидетельствующие о значимом снижении ПДКВ, об улучшении растяжимости легких. И вот очень интересные данные на нижнюю часть иллюстрации. Обратите внимание, при изолированном применении маневра мобилизации Альвел в среднем на одного пациента приходилось выполнить 12 таких процедур, но при сочетании с сурфактантом эффект был более стойкий и на одного пациента приходилось 8,5 процедур маневров мобилизации Альвел, что было статистически значимо меньше. Кривая Каплан-Мейера перевода на спонтанное дыхание быстрее это значимо быстрее происходило в группе сочетания сурфактантерапии и маневра мобилизации. Интересно то, что только один случай повторной интубации в группе сочетания двух методик и три таких случая в группе изолированного применения маневра мобилизации Альвел. А вот долгожданные клинические результаты в два раза ниже длительность респираторной поддержки при сочетании фармакологического и респираторного компонента была респираторного подхода была получена очень интересные данные в четыре раза с 42 до 11 процентов снизилось развитие назокомиальной пневмонии эти различия значимые снижение продолжительности АВЛ закономерное снижение риска развития назокомиальной пневмонии привели к значимому сокращению времени пребывания пациентов в отделении интенсивной терапии летальность снизилась с 21 до 15 процентов 30 это общая летальность но 30-дневная летальность в группе сочетания двух методов была только 10 процентов один пациент скончался на 45 сутки уже через несколько недель после перевода из отделения реанимации вследствие развития островонарушения мозгового кровообращения однако даже при таком учете показатели летальности значимых различных достигнут это только лишь тенденция период нашего изучения проблемы сурфактан терапии позволил 2019 году сформулировать следующие ключевые положения при ОРДС различной теологии есть смысл применять сурфактан терапию в случае средней и тяжелой степени течения необходимо применять бронхоскопическое введение по возможности рана оптимально в первые сутки после развития ОРДС желательно применять природные препараты сурфактан и как показывали наши данные мы были уверены что это бронхоскопическое введение должно быть в виде сочетанного применения с использованием маневра мобилизации легких и собственно сурфактант терапии но жизнь несла свои коррективы о которых ниже я сообщу вам применение при тяжелой двусторонней вирусной пневмонии препаратов сурфактанта в начале настоящего столетия сложились впечатление о том что при патогенезе таких повреждений значимо снижается содержание сурфактанта сама по себе двусторонняя тяжелая пневмония это местное воспаление с возможностью развития ОРДС кроме того тяжелая двусторонняя пневмония это еще генерализованное воспаление что также поддерживает ОРДС а еще в прошлом веке как мы упомянули выше ОРДС считался важнейшим патологическим процессом приводящим к дефициту сурфактанта но кроме того при пневмониях непосредственно повреждаются альвеолоциты второго типа что является дополнительным фактором тяжелого дефицита сурфактанта при двухсторонней пневмонии и обоснованием возможной эффективности препаратов сурфактанта при этих патологических состояниях было проведено несколько исследований и я представлю вашему вниманию наиболее интересные с моей точки зрения мышей заражали вирусом свиного гриппа причем обратите внимание на дозу в 4000 раз выше половинной летальной дозы и мышей основной группы перед этим включали в группу сурфактан терапии инстеллировали сурфактант интертрахеально синий график летальность у мышей без сурфактан терапии все животные умерли а вот в группе лечения посмотрите пожалуйста выжило несмотря на такую огромную дозу заражения 38% животных после того как выжившие были выведены из исследования и получена микроскопия была обнаружена конечно более благоприятная картина с меньшим гораздо меньшим содержанием гиалиновых мембран менее выраженным отеком и повреждением легких да и на макропрепаратах положительный эффект введения сурфактан хорошо заметен значимые различия в газообмене с преобладанием меньше более выраженной оксигенации у мышей которым водили препараты сурфактан второе исследование это культура бронхиальных клеток которые заражались также вирусом гриппа но другим фенотипом как вы видите а предварительно обрабатывались в части эксперимента эти клетки диапальметаил и лицерил при этом отмечено значимое снижение репликации вируса в случае использования сурфактанта где-то на границе двух декад настоящего столетия сформировалось мнение о том что при тяжелых двусторонних вирусных пневмониях сурфактант терапия позволяет достигать эффектов которые были описаны для ОРДС то есть снижать процессы микроателлектозирования стимулировать выработку эндогенного сурфактанта и выводить на поверхности агрегатов сурфактанта токсины и вирусы но кроме того стало понятно что сурфактант воздействует еще дополнительно на сами вирусы в частности была показана возможность блокады рецепторов АПФ2 при пневмониях вызванных SARS-CoV-1 первого типа кроме того было доказано в том числе экспериментальными работами что фосфолипиды сурфактанта и его протеины связывают вирусы и представляют их для дальнейших иммунных процессов и в общем-то дело шло к клиническому применению при тяжелых вирусных пневмониях такая возможность представилась при эпидемии вируса свиного гриппа напомню вам о том что это также было очень тяжелое заболевание и вы видите летальность в случаях перевода на искусственную вентиляцию легких пациентов достигала 30-50% за рубежом не были разрешены препараты сурфактанта для терапии в этих случаях и можно обнаружить описание клинических наблюдений оффлейбл с положительными эффектами наиболее интересная эта серия полученная врачами в словакии три пациента с тяжелым течением свиного гриппа которые фактически готовились на перевод на экстракорпоральную мембранную оксигенацию получили эндобронхиально сурфактанты и жизнь этих больных была спасена они были переведены затем на спонтанное дыхание но разрешенного препарата не было это лишь клинические наблюдения оффлейбл иная ситуация была в России уже зимой 2009 года опубликована работа специалистов из Санкт-Петербурга 8 случаев тяжелого течения пневмонии на фоне свиного гриппа с индексом пифи у пациентов менее 200 применение сурфактант терапии в составе комплексной терапии все пациенты остались живы через год в 2010 году специалисты из России представляют на конгрессе европейского общества респираторного данные об использовании сурфактант терапии в комплексном лечении 30 пациентов с тяжелым течением двухсторонней пневмонии летальность составляет 6,7% скончались 2 пациента полученные данные положительные стали поводом для того чтобы в Петербурге в рекомендации по лечению тяжелой пневмонии на фоне свиного гриппа была включена сурфактант терапия и этот метод лечения был подключен в информационное письмо Минздрава по лечению тяжелой пневмонии H1N1 у беременных женщин основы стал опыт полученный в перинатальном центре Тюмени сурфактант терапию у беременных рожениц и родильниц в 2011 году выходит обобщающая работа включена в ретроспективный контроль 48 пациентов 23 из них для терапии двусторонней пневмонии вируса свиного гриппа использовался подход с применением сурфактанта получены данные свидетельствующие о быстром восстановлении газообмена снижении сроков проведения респираторной терапии и снижении летальности в пяти работах обобщен опыт использования при эпидемии свиного гриппа сурфактант терапии общее число включенных пациентов для терапии которых использовался сурфактант 47 вот эти данные во многом послужили основанием для того чтобы методические рекомендации федерации анестезиологов и аниматологов 2011 года по терапии свиного гриппа была включена сурфактант терапия в позиции использования при рефрактерных тяжелых нарушениях газообмена настоящая эпидемия вируса SARS-CoV-2 также заставила обратиться к прежнему опыту к результатам экспериментальных исследований и на удивление за рубежом уже в марте прошлого года было в марте апреля прошлого года было опубликовано несколько теоретических дискуссионных работ в которых предполагалось положительное влияние сурфактан терапии в случаях тяжелого течения вирусной пневмонии COVID-19 но более интересны уже полученные опубликованные экспериментальные данные так исследователи из Индии и Великобритании показали что рекомбинантный сурфактант ассоциированный белок D способен блокировать связывание с протеина вируса SARS-CoV-2 с АПФ-2 рецепторами и в пять раз снижать репликацию вируса в случае использования рекомбинантного фрагмента белка сурфактан ассоциированного D вторая работа выполнена исследователями из Тайвани и Великобритании они исследовали как рекомбинантный белок сурфактант ассоциированный D так и нативный белок сурфактант ассоциированный D и в первой фазе экспериментов показали факт того что он активно связывается с с протеином вируса SARS-CoV-2 а во второй фазе с применением уже культуры клеток явно было показано что в случаях использования сурфактант ассоциированного белка D как рекомбинантного так и нативного значимо снижаются повреждающие действия на клетке и связывание SARS-CoV-2 с культурой клеток определенное стояние дежавю снова за рубежом попытки оффлейбл клинического применения публикуются данные по терапии одного двух пациентов и на этом фоне более интересна вот эта работа Италия пять пациентов с тяжелыми нарушениями газообмена находящимися на ИВЛ получают эндобронхиальный сурфактант из пятерых пациентов скончался один ну и конечно уважаемые коллеги зная результаты терапии тяжелой вирусной пневмонии на стадии когда больной уже находится на ИВЛ такая летальность 20% она заставляет наверное задуматься возможной эффективности сурфактант терапии весна прошлого года запущены три международных проекта исследовательских зарегистрированных на сайте clinical trials.gov Канада Великобритания и США три разных препарата сурфактанта три разных пути введения инстилляция ингаляция и бронхоскопическое введение вот ждем результата этих исследований в России первые попытки применения сурфактант терапии были уже зимой 2020 года обоснованием опять же был разрешенный препарат и одно из показаний это профилактика и лечение ОРДС что вполне соответствует тяжелой двусторонней пневмонии вызванной вирусом SARS-CoV-2 но было понятно что надо изменять технологию сурфактант терапии перед вами патогенетическая концепция профессора Као которая свидетельствует о том что на поздних этапах лечить COVID-19 уже беспреспективна потому что максимально проявляются основные патогенетические ключевые моменты это системное воспаление нарушение коагуляции тяжелые повреждения легких и терапевтические меры должны быть направлены на более ранних стадиях развития патологического состояния когда эти ключевые механизмы еще не так значимо выражены если же эту концепцию совместить с концепцией хорошо известной вам гатинония о двух фазах или двух видов повреждения легких ОРДС при COVID-19 так называемом повреждении Л когда еще сохранена оксигенация и достаточно растяжимые легкие и тяжелые стадии повреждения H когда тяжелые нарушения растяжимости тяжелые нарушения оксигенации можно прийти к выводу что наши прежние представления об бронхиальном введении сурфактанта могут быть применены на поздней стадии использовать эндобронхиальное введение сурфактанта раньше чрезвычайно трудно и небезопасно для пациентов поскольку бронхоскопия у пациента с сохраненным спонтанным дыханием но выраженной гипоксимии неизбежно приведет к тяжелым нарушениям газообмена и наверное вряд ли это можно обосновать интересами пациента поэтому необходимо было изменить технологию первым я бы предложил Сергей Николаевич Авдеев давайте возвращаться к ингаляционному введению опыт ингаляционного введения до этого был он широко использовался в Тюменском перинатальном центре при первой эпидемии при простите эпидемии свиного гриппа к настоящему моменту осуществление ингаляционной терапии сурфактанта технологически было более легким потому как в нашу практику вошли так называемые меш небулайзеры в которых колебания приходит сетка с диаметром ячейки две десятых микрометра и это позволяет учитывать эффективную ингаляцию с темпом порядка двух четырех десятых миллилитра раствора в минуту и эффективно помогать пациентам именно такой подход стал использоваться начиная с весны 2020 года и сегодня мы находимся на этих же позициях терапия тяжелой двусторонней пневмонии при инфекции COVID-19 это ингаляционная терапия сурфактанта введение бронхоскопическое пациентам которые находятся уже на ИВЛ это позднее обращение к методике к осени 2020 года появилась возможность в исследовании обобщить полученные результаты и это было сделано в таком проекте с ретроспективным контролем данные набраны в двух учреждениях это университет Сеченово Московский и центр Алмазово 122 пациента включены в исследование цель исследования изучить эффективность ингаляционного введения препарата сурфактанта при тяжелых вирусных пневмониях критерии включения ПЦР подтвержденная инфекция COVID-19 вирусная пневмония второй и более степени и выраженные нарушения газообмена посмотрите пожалуйста сатурация менее 92% при ингаляции кислорода с потоком более 6 литров в минуту критерии исключения уже проводимая искусственная вентиляция легких и ошибки в обеспечении ингаляционной терапии пациентам основной группы ингаляционно вводился препарат сурфактант БЛ в дозе 1 мг на килограмм 2-3 раза в сутки продолжительность терапии от 3 до 5 суток пациенты как основной так и контрольной групп получали терапию согласованную с рекомендациями временными Министерства здравоохранения по лечению инфекции COVID-19 степень поражения легких у включенных в исследование 122 пациентов была различна и мы были вынуждены поделить их на две подгруппы первая подгруппа 62 пациента получали сурфактант терапию или включались в контрольную группу когда лечились в инфекционном отделении вторая подгруппа это больные имевшие более тяжелые повреждения они лечились уже в отделениях интенсивной терапии и для поддержания газообмена у них использовались специальные методики неинвазивная вентиляция легких или высокопоточная назальная подача кислорода первая группа портрет таких пациентов вам хорошо знаком это больные инфекционных отделений у них как видите медиана степени повреждения 3 достаточно выраженный объем повреждения 70% порядка 60% этих больных уже получили антиинтерликиновую терапию та ситуация когда лечащие врачи заведующие инфекционного отделения уже задумываются о переводе пациента в интенсивную терапию потому что невозможен нормальный прием пищи он сопровождается гипоксимией с падением сатурации до уровня 85-89 такие пациенты не могут посещать уборную нормально в связи с тяжелой гипоксимией вот им назначали терапию сурфактантом ингаляция сурфактанта привела к следующим результатам значима улучшилась оксигенация на 30% снизился риск перевода в отделение интенсивной терапии и это различие статистически значимо как вы видите снизилась летальность при применении сурфактант терапии в инфекционных отделениях с 26 до 11% но это лишь тенденция статистического подтверждения она не получила а вот характеристики пациентов которые получали сурфактант в условиях отделения интенсивной терапии находились или на неинвазивной вентиляции или на высокопоточной медиана степени повреждения легких 4 объем порядка 85% повреждений практически все эти пациенты получили антиинтерлекиновую терапию начало ингаляции сурфактанта уже в первые сутки сопровождалось улучшением оксигенации на треть снизился риск перевода на ИВЛ и в этой группе показано снижение летальности на треть и это снижение значимо как вы видите из 56 пациентов получивших сурфактан скончались 8 и летальность группе обобщенной сурфактантерапии составила 14% в то время как из 66 пациентов не получавших сурфактан скончались 27 эта летальность составила 40% и различия значимы результаты этого исследования опубликованы были осенью 20 года в журнале туберкулез и заболевания органов дыхания а чуть ранее я с удивлением потому что не знал о таком проекте увидел результаты опубликованной работы выполненной научно-клиническом центре ФМБА России группой под руководством Алексея Вячеславовича Аверьянова использовали сурфактантерапию в отделении интенсивной терапии на фоне проводимой высокопоточной назальной подачи кислорода 39 пациентов включено в это исследование с ретроспективным контролем 19 получали ингаляции сурфактанта обнаружено трехкратное снижение риска перевода на ИВЛ обратите внимание пятикратное снижение летальности значимое улучшение оксигенации уже ближе к зиме в декабре опубликованы данные полученные Мариной Владимировной Швичковой в Тюменьском перинатальном центре Марина Владимировна как я уже говорил получила большой опыт применения и эффективный опыт применения сурфактанта при терапии тяжелой пневмонии свиного гриппа и это позволило ей реализовать следующий подход все пациенты которые поступали в отделение реанимации для взрослых перинатального центра с подтвержденной инфекцией ковид-19 и с нарушениями газообмена беременные женицы родильницы получали сурфактантерапию 69 таких женщин только трое были переведены на ИВЛ и ни одна из этих женщин не скончалась нулевая летальность это по-моему очень значимый результат в России оформлен патентное изобретение способ лечения двусторонней тяжелой пневмонии вирусной ковид-19 с использованием ингаляционного введения сурфактанта и как вы знаете во временной рекомендации по лечению ковид-19 включена сурфактантерапия в 10 и в 11 версии указано о том что она должна осуществляться в ингаляционном режиме мне удивительно иногда слышать мнение экспертов о том что применение сурфактантерапии опасно поскольку требуется бронхоскопическое введение нет даже вы видите в нашем основном документе указано SARS-CoV-2 это ингаляционное введение как наиболее безопасный способ и эффективный способ для пациента две работы в серьезных международных изданиях из России это исследование эффективности сурфактантерапии выборки из 65 пациентов 33 получали ингаляцию сурфактанта исследование проведено в коллективе возглавляемым Сергеем Николаевичем Авдеевым и клиническое наблюдение эффективности сурфактантерапии врачи из Воронежа обубликовали за рубежом всего за за год прошедший использование сурфактантерапии уже опубликовано семь работы как вы видели в большинстве это все-таки исследования с группами контроля ретроспективными в эти работы в этих работах 180 пациентов получили сурфактантерапию в центре Алмазова в данные работы вошли 26 пролеченных пациентов но общее число пациентов получивших сурфактантерапию за две волны инфекции составило 62 пациента 11 летальных исходов и таким образом 17 процентов летальность среди них основная группа это все-таки те кто лечились в отделениях интенсивной терапии находились на неинвазивной вентиляции или высокопоточной подачи кислорода но конечно мы ждем результаты рандомизированного наиболее мощного и приемлемого с точки зрения позиции доказательной медицины метода исследования такой проект запущен был весной прошлого года Сергеем Николаевичем Авдеевым и я думаю многие из моих слушателей являлись участникам этого проекта в частности в центре Алмазова были включены пациенты также в это исследование ждем результатов чтобы удостовериться в эффективности сурфактантерапии при инфекции SARS-CoV-2 благодарю вас за внимание уважаемые слушатели сурфактантерапии